Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Диана Шеленкова. Наша команда подготовила для вас самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ученые КФУ создадут реагент для добычи нефти в Арктике. Новоиспеченные студенты КФУ продолжают заселяться в общежитие. Может ли молодежное приложение ТикТок нести угрозу жителям Америки? В Казанском федеральном университете прошел Совет ректоров Республики Татарстан. Встреча прошла для обмена мнениями перед предстоящим учебным годом в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В настоящее время Совет возглавляет ректор КФУ Ильшат Гафуров. Целями деятельности организации являются консолидация усилий и координация взаимодействия ректоров высших учебных заведений Российской Федерации по основным направлениям деятельности ВУЗа. А теперь к другим новостям. Новоиспеченные студенты КФУ продолжают заселяться в общежитие. Но перед тем, как попасть в комнаты, необходимо пройти несколько этапов. Один из них – инструктаж. Перед тем, как заселиться в студенческий кампус деревни-универсиады, каждому первокурснику необходимо пройти вводный инструктаж. Сделать это можно в культурно-спортивном комплексе УНИКС по адресу профессора Нужина 2. Обратите внимание, что процесс заселения будет проходить в две смены, согласно мерам предосторожности и предотвращения распространения COVID-19. Иногородним студентам первого курса необходимо иметь при себе пакет документов. Инструктаж проводит несколько дней для того, чтобы сохранить все меры безопасности. При входе в здание обязательно проверять температуру. Кроме того, студенты в зале размещены таким образом, чтобы между ними сохранялась социальная дистанция. Обязательно мы очень просим это обязательно при себе иметь маску. Рекомендуем также, чтобы были, находились студенты в перчатках и приезжать во время своего графика, согласно своим датам и своему времени. Новоиспеченным студентам предстоит организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности, электробезопасности, пожаробезопасности и охране труда. Ковид-19 неожиданно ворвался в нашу жизнь и стал проблемой мирового масштаба. Несмотря на то, что волна эпидемии уже утихла, ее отголоски до сих пор доносятся до нас. Так, довольно большой части иностранных студентов Казанского федерального университета придется остаться на дистанционном обучении. О том, как для них начнется новый учебный год, смотрите в нашем следующем сюжете. Около трех с половиной тысяч иностранных студентов КФУ придется обучаться из дома. Студенты не могут прибыть в вуз к началу нового учебного года из-за запрета на въезд в Россию иностранцев, который был введен 18 марта в связи с пандемией COVID-19. Как только ограничения будут сняты, они смогут приступить к учебе в очном режиме, но с соблюдением эпидемиологических рекомендаций. Все студенты, которые приезжают из-за пределов Российской Федерации, во-первых, в самом момент пересечения границы они должны будут показать справку о наличии, прохождении теста, отрицательного результата теста на COVID-19 не позднее, чем, не ранее, чем за три дня до приезда на территорию Российской Федерации. И, кроме того, здесь они должны будут пройти двухнедельный карантин, и они должны будут на 10-12 день сдать тест на отсутствие COVID-19. И вот при соблюдении всех этих условий они будут допущены до очного режима. Напомним, что Казанский Федеральный Университет достаточно плавно перешел на дистанционный формат, поскольку начал использовать его гораздо раньше, еще до начала пандемии. КФУ имеет свои собственные студии для записи видеолекций и также тесно сотрудничает с компанией Microsoft. У нас все аудитории будут оснащены интернетом, связью, для того, чтобы такое подключение было возможным. Основной образовательный процесс будет идти по расписанию. Просто дети будут, студенты будут находиться за пределами нашей страны, у себя на родине. И также ровно по расписанию они будут заходить и учиться. Но, безусловно, есть проблемы у нас с разными временными поясами. Все лекции, которые в Microsoft Teams будут происходить, они будут записаны и будут доступны в командах этих, в группах этих студентов. Кристина Надершина, Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Ученые Казанского Федерального Университета обнаружили, что подсолнечное масло, которое есть в каждом доме, может использоваться не только в кулинарии или косметологии, но и в процессе нефтедобычи в Арктике. О том, чем уникален, казалось бы, столь обычный бытовой предмет и чем он может быть полезен в нефтяной промышленности, смотрите в нашем следующем сюжете. Ученые приоритетного направления эко-нефть Казанского Федерального Университета создадут реагент на основе подсолнечного масла для добычи и транспортировки нефти на шельфовых месторождениях и месторождениях арктического региона. Нефтедобыча в Арктике особенно тем, что там суровые климатические условия и низкие среднегодовые температуры, зачастую они ниже нуля. С газовыми гидратами, в принципе, проблемы возникают при добыче нефти и газа. И, собственно, те реагенты, которые имеются на текущий момент, они не всегда могут в достаточной степени обеспечить безопасность самой добычи на нефтепромысле. Собственно, поэтому и стоит актуальная задача по разработке новых реагентов. Новый реагент на основе подсолнечного масла поможет природному газу не замерзать в скважинах и будет бороться с коррозией на скважинах и оборудовании. На данный момент разработка находится на этапе модификации структуры вещества. Как бы эффективно оно ни было, эффективность не позволяет его все-таки применять на данный момент. И поэтому нам необходимо провести определенную модификацию структуры и протестировать следующие уже соединения. Проблема в том, что в России внедрение кинетических ингибиторов происходит достаточно миллиметровыми шажками такими, потому что все предпочитают использовать другой тип ингибиторов, термодинамические. Но, к сожалению, этот метод причиняет достаточно большой ущерб окружающей среде и для Арктики он, мягко говоря, неуместный. Подробности работы были опубликованы на платформе Energy. Диана Жилинкова, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. Может ли молодежное развлекательное приложение TikTok нести угрозу жителям Америки? Дональд Трамп считает, что да. Подробнее об этом расскажем в следующем сюжете. Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение передает персональные данные американцев властям Китая. Трамп распорядился запретить TikTok США, если владелец приложения компания ByteDance до 15 сентября не продаст его какой-либо американской компании. Компания ByteDance отрицает это заявление и подала иск в суд на Белый дом в противоправных действиях против компании. Действительно, приобретение такой крупной, по сути, мирового масштаба компании, присоединение ее к какой-то из американских компаний, в общем-то, положительно бы сказалось в том числе и на экономических показателях соответствующих структур. ByteDance, так же как и правительство Китая, считает, что Трамп просто пытается поглотить нового быстро развивающегося конкурента в IT-сфере. Так как принципиальных отличий в условиях пользовательского соглашения TikTok и того же Facebook нет. Ну, вообще любая информационная система, если она имеет авторизацию и идентификацию, то есть систему, которая определяет пользователя и хранит персональные данные, конечно, имеет встроенные механизмы для того, чтобы были некоторые утечки этой информации третьим лицам. Другое дело, что любая компания, она дорожит своей репутацией и реализует систему мер, которая предотвращает или не допускает утечку соответствующей информации. Напряжение по этой ситуации достигло того, что глава компании Кевин Майер ушел со своего поста, не выдержав давление со стороны США. Сейчас временно исполняющим обязанности главой выступает генеральный менеджер Ванесса Папас. Майкрософт и Твиттер, в свою очередь, уже ведут переговоры с компанией ByteDance о покупке их бизнеса. Нельзя, чтобы TikTok управляли одни руки. У этой компании огромное влияние, но методы своей работы они не раскрывают. Я бы очень хотел, чтобы Майкрософт или любая другая компания приобрела TikTok, если не целиком, то хотя бы 30-40% акций. Павел Дуров высказал мнение о том, что из-за данной ситуации в скором времени другие государства смогут использовать оговорку о национальной безопасности для изменения работы всемирной паутины. А нам остается быть внимательными в сети и помнить, что наша безопасность только в наших руках. Кристина Андершина, Фарид Захит Аглы, Универньюз. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok